в истории юси это будет самый большой бой я не могу принять участие соперника нужно уважать мы закатаем фирме переведем сядем закатаем сколько денег обдумано в сеть так богатый человек обид 50 миллионов долларов сколько еще боев будет пора вещать перчатки на год друзья это уже второе интервью на моем канале с абдулманапом нормагомедовым и я должен вас предупредить писали мы это интервью еще до того как коронавирус распространился по планете но уже тогда мы с абдулманапом обсуждали а может ли бою с фергусоном сорваться в пятый раз и вот он сорвался это во многом оказалось пророческое интервью смотрите вместе обсудим итак абдулманап еще раз здравствуйте здравствуйте все сейчас обсуждают только одно как там будет стоне уже четыре раза срывался бой уже четыре раза и сейчас уже есть слухи там разные что то не то коленка там болит то еще что то в общем нагнетается до ситуации все-таки какие ваши так сказать оценки будет предприняты попытки сорвать очередной бой давайте мы посмотрим историю которая была бы я готовился больше года кто не фергусон два раза повинны хабиба и два раза повинны фергусон срывался бой но фанаты болельщики хотят увидеть этот долгожданный бой это лучший бой самый большой в истории бой это из серии по 12 побед мы этого боя ждем четыре года я думаю фергусон тоже идет раз есть такой интерес болельщиков значит и бой будет стоить на таком уровне вы доновать и вообще промоушен жаждет этого боя потому что в истории юси это будет самый большой бой и я бы хотел чтобы бой состоялся и все-таки определился а кто же все-таки лучший легкую категорию там где сами сильнее бойцы бой покажет так все-таки будут предприняты как вы думаете попытки срывать бой в этот раз со стороны тони я так понял со стороны хабиба точно абсолютно нет и потому что он нам нужен когда со стороны тони если он сорвет это его вина он не получил чемпионский будет только потому что он дважды срывал бой это не наша вина то что он споткнулся или получил это даже скажем жизненная ситуация на его пути когда он шел к вершине он сорвал бой точно такое было у хабиба ему дают шанс он срывает бой а виноват я считаю больше всего сам боец что сейчас происходит дана уайт заявляет что было сразу понятно что хабиб не будет драться еще вчера он говорил значит что бой состоится в любом случае сегодня это хабиб говорит что не может проводить бой в условиях пандемии некоторые говорят мне надо улететь у меня вопрос к ним куда мне улететь в америку в америке нету турнира в абу-даби в абу-даби тоже нету турнира европу тоже нету турнира в россии нету турнира куда мне улететь за некоторые говорят что мне надо сесть на самолет и улететь в америку у меня к вам вопрос зачем мне в америку летать для чего если там нету турнира фергюсон говорит что хабиб струсил, испугался. Макгрегор включился. Говорит, что готов биться с Фергусоном и опять же обвиняет Хабиба в трусости. В общем, вообще непонятно, кого служит. Кому верить? Но давайте вместе подумаем. Вот вообще действительно обязательно проводить будет и сейчас? Ведь это еще и этический вопрос. На любом бое, например, должны быть врачи, которые вместо того, чтобы спасать жизни людей в клиниках, будут следить за здоровьем бойцов. Пир во время чумы. И второй вопрос. А Хабиб действительно испугался? Сейчас вот все, кому не лень, хейтят его в комментариях. Я когда разговаривал с его тренером, Абдулманапом, он был настолько уверен в его победе, что, думаю, здесь не должно остаться вопросов. Просто судьба. Ну кто мог еще месяц назад полагать, что весь мир будет на карантине? Ну кто? В одном из интервью вы сказали, что мы закатаем Фергюсона. Вот вы прям вот так вот уверены, что Хабибу будет вот так вот легко или он готов настолько, что это будет как каток. Но когда я заявлял, что мы уроним в стойке Конора, кому-то это было смешно. Но писалось очень много, сутками, миллионы комментариев. В итоге мы его уронили. Мы сказали, что проведем стойке Адью Раун. Провели. Мы сказали, что для нас важен не просто победа, а чтобы он сдался. Это тоже мы сделали. Ну а с Тони, что нам нужно? Самые выносливые соперники. Соперника нужно уважать. Ну и нужно по его силе его оценивать. Точно так же против него работать. Если я готовился больше года к этому сопернику, и сейчас я готовлю в течение полгода, мы на небосклоне всегда видим своих соперников издали, надо к кому готовиться. Ну сейчас я стою любое время ночи, два-три-четыре часа, ухожу в другую комнату, смотрю самые лучшие и бои его. Я вам скажу одну такую вещь. Я то, что не увидел четыре раза, посмотрев один бой, увидел на пятый раз. Почему я пересматриваю? Где же слабые стороны соперников? Для меня это очень важно. И тот шанс, где нам удастся опередить его в том шансе, мы должны использовать для полного боя. Слово «закатаем» я оцениваю таким образом. Вот какой бы, допустим, захватим и его не схватим, у нас есть преимущество. Его запустить. Люди, значит, борьбы, рестлинга понимают. Ну, бросить через себя. Зацепи изнутри, боковая подсечка, кочерга со стойки. О чем я говорю, люди, специалисты понимают. У нас есть шансы 99 к 1, чтобы его повалить со стойки. Но если мы оказываемся наверху, у нас есть 18 боев, мы можем посмотреть, что наши шансы увеличиваются в три раза. Все говорят, что он на спине, что он нехорош. Мы же тоже видим. Да, он хороший, но мы-то лучше. Фергюсон высказывался о Хабибе, что Хабиб – это как мокрое одеяло. Тяжелое или легкое? Я не знаю. Он сказал «мокрое одеяло» и «тирамису». «Тирамису» – это потому, что он видел, как Хабиб ел десерт однажды, готовясь к бою, к очередному. А «мокрое одеяло» – это такой стиль, партер, вязкий такой. Я думаю, в интеллекте, в языках Хабиб опережает тони. Возьмем техника. Техника тоже Хабиб силен в трех позициях. Вольная борьба, в джудо, ну и, скажем, физическая выносливость, если они примерно равны, но в партере, в контроле, чтобы не упустить из позиции нижнего этажа, Хабиб силен. Ну, где силен наш соперник? Он силен, если вы находитесь сбоку в проходе, в тот момент это боковое удушающее, с рукой вместе, передней рукой джебом на дистанции. Ну и, конечно, в оливом шоке он показывает, что сечки, кровь и тогда ли он не останавливает, он идет вот так. Хабиб сам боец прессинга. Вот здесь для болельщиков самое интересное. Будут ли они 25 минут драться в крови? Вот для болельщиков это очень интересно, потому что сечки могут быть в бою, а с Фергустом они частые. Значит, наша задача, их, чтобы было меньше, использовать больше шансов там, где мы имеем преимущество. Ну и, конечно, контроль позиций дает больше шансов победе. Вот чего мы будем, ничего нового. Мы, как говорится, переведем, сядем, закатаем. Мы об этом говорили, будем говорить. Все-таки закатаем. Федор Емельяненко как-то высказывался по стилю Хабиба, что Хабиб, безусловно, талантливый боец, выигрывает своими сильными сторонами. Ну, видимо, имею в виду партер, борьба и так далее. И намекал, добавлял, что надо вот играть удары, что нужно делать, удары ног там и так далее. Все-таки, что вы думаете, это действительно ударные вот эти техники, это слабые места Хабиба или... Ну, давайте мы хотя бы возьмем статистику последних боев. Ударной техники Хабиб два с половиной раза в стойке перебивает соперника. Почему его называют слабым? Лучший ударник Барбоза, он пропускает от него стойки больше, два с половиной раза больше от Хабиба. Я с ноги пропустил два, и с рук пропустил, и апперкот пропустил, и тот же Джонсон, очень хороший. Я квинта он перебил полностью джепом, Конора он уронил в правой, с пятки туда в голову, и даже прыгнул коленом, как тайский боксер. То, что мы обещали, они получили. Ну, вот момент удушающего, вот Парье, как-то эти все действия получились прямо перед нами, где мы секундировали. В одно время, когда у него прекратилось всякое движение, я подумал, а вдруг идет удушение. Я начал что-то сомневаться и сказал, двигай рукой. И он локтем двинул. После этого момента я успокоился. Рядом Магомед начал. А, то есть он даже сигнал давал? Да, да. Я сказал, ну двигай рукой. Но если он слышит, значит, он у меня артерия не закрыта. Если он слышит, значит, он двинул локтем. Все, значит, все на контроль. Теперь он рукой взял колено и перебросил ноги. Это называется ушел влево, вышел справа. Точно так же тот вечер вышел и Зубайру. Это я часто показываю. Значит, чтобы закрутить, чтобы открутить, называем ее метод. Ну и получилось, и он вытащил оттуда гол. Ну и зал вздохнул в тот момент, когда он вытащил пол. Ну я уже понимал, что руки соперника, если он душил полностью, они отекли. Теперь ему будет стоять тяжело. Ну и прошло и минуты, после как перегнулся, Хабир делал ему удушайшее. Она сама напрашиваете уже. Ну, вы говорите, зал вздохнул, но я не знаю, как зал, я точно вздохнул, потому что мне было очень волнительно в этот момент. А у нас кто-то из болельщиков сломал телевизор, полный удушайший. И получил приз автомобиль. Есть такие случаи. Я не хочу это смотреть, да? Ну на самом деле есть такое. Ой, кошмар какой. Рассказывайте, что это? Выглядит как будто здесь качалка. Идет работа. Качалка одна, октагон два. И второй состав работает. Ничего себе. Эй, я думаю, сейчас примерно Макгрегор вздрогнул. Павел. Здрасте. 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 То есть здесь сейчас старшики, да? Это я вижу старшики. Это сборный состав. О, вся сборная. Да, вот чемпион мира духа. Здесь 12 чемпионов мира, 6 чемпионов Европы я вижу здесь. О, ничего себе. Прибали! Колос! Вот так. Ребята. Ребята, я первый раз в октагоне. Надеюсь, последний. Это вот, ну, спарринг, да? Да. Работа идет. Работаем две ноги. Обе, 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 соединенные руки. Вот так. Опять к земле. Вытаскиваем на второй этаж, вытаскиваем. Отлично, молодец. И потрогает рукой сетка, какую жесткую. Потрогает. То есть это натуральный, да? Да, да. Это как UFC. Копия, октагон. Вот так. Обе ноги, обе ноги. Вытаскиваем. Вот так. Хорошо. То есть, когда Хабиб выскочил, он сделал так. Ура! Сильно попрыгнул. На аварском языке было. Взлетел орлом над сеткой и прыгнул в толпу, не считая, сколько есть. Сколько такой зал стоит построить? С ангаром, со всеми. Готовый зал 100 миллионов. 100 миллионов. Все вместе. Это образцово-показательный зал для миллионного города, который необходим для школы высшего спортивного мастерства. Да, все понял. Значит, для миллионного города. Чуть поменьше, для 500 тысяч. То есть у вас подобного рода 5 залов, да? Да, это лучше. Это вот последняя модификация, да? Пойдем, Густан. Объясните, как бить? Как правильно бить? Правильно бить. Передний джеб. Постоянно. Не вверх от плеча. Да. Раз, два, три. Вы продолжим. О! Оставьте место в конце, чтобы удар был. Вот. Раз. Вот чтобы вот здесь был удар. Последний. Вот так. Вот так. Вот так. Потому что в конце он самый чувствительный и хороший. Все, пойдем. Как-то Конор сказал очень конкретно. Я сделал Хабиба. Имея в виду то, что после боя с Конором популярность Хабиба выросла в разы. Инстаграм, медиа, публикации и разные вещи. Не соглашусь. Да. Вот прокомментируйте. Не соглашусь. Такую самоуверенность. На Хабиба не тратилось ни одного рубля для рекламы и выдвижения Хабиба. Только в одном ивенте на него тратилось 21 миллион долларов. Если бы Хабиба рекламировали... На кого 21 миллион? На Конора. На Конора. На Конора. Когда он дрался с другими бойцами. Хабиб двигался, рос на нуле, уверенно, своей, допустим, техникой, своим желанием. Хабиб разговаривал, если им для них это новость, на аварском языке, на русском языке, на турецком языке, на английском языке. И читает арабский. Говорит ли Конор на этих языках? Нет. Значит, мы не знаем, если бы на Хабиба тратились такие деньги, насколько популярен был бы Хабиб. Сейчас стремительно растет и растет популярность Хабиба. Особенно в тех странах, где мусульманская религия, там 99 к 1. Поэтому не использовать фишку Хабиба в этих странах и по популярности было бы неправильным занятием, хоть и бизнесом занимается Дан Уайт. Он понимает, что Хабибу осталось недолго. Он хочет вернуть, заслужил Конора, значит, на реванш вроде бы. Но, как говорится, Хабиб должен. Хабиб никому ничего не должен. Это первое. Хабиб делал и для UFC, и UFC сделал для Хабиба. Они работали вместе. Реванш – это когда чемпион проигрывает и ему дают шанс. Какой реванш? Каждому журналисту я объясняю и встречный вопрос задаю. Что такое реванш? Это когда настоящий чемпион случайно или раздельным решением уступает, ему дают шанс. Тогда непонятно. А здесь что? А здесь задушили. Здесь была сдача. Здесь больше 3 года он ничего не выигрывает. В трех весах его задушили 65, 70 и 77. Зачем это строится, я не знаю. Все-таки, после Фергюсона, вы задумываете какой-то бой и сколько будет гонорар, который вы скажете? Скажите, Дана, Вайт или кто-то где-то. Сделайте чемпионский бой, гонорар будет. Сколько будет гонорар? То, что касается денег и организации боев, я полностью оставляю за Али Адель Азизом и Хабибом. То, что касается подготовки и тактики, это я беру на себя. У нас были осечки по деньгам во время переговоров. У нас не было осечек по подготовке боя. Давайте я отвечаю за тот фронт, за который я должен отвечать. Занял фронтскую позицию, оборонную в окопе. Да, да, да. Я отвечаю за подготовку и за результат. За деньги отвечает менеджер. Кстати, я давно хотел спросить. Последний бой Конора, где он в необычной манере провел с ноги удар на сороковой секунде? Я бы сказал, необычной манере для боев. Это я назвал муляжем. Прокомментируйте. Ну, плечом сломал нос. Посмотрите другие бои. Какие он, Дональда Сирона. Да. Ну, не похоже на бой. Бой Конора, Дональда Сирона и бой Конора с Альварезом – это не бои. Я уверен, что это все подставка. Вот вообще, как вы считаете, UFC и вся эта шумиха перед боями, когда бойцов сталкивают в разном положении, когда они, ну, буквально морду друг другу готовы порвать? Этот пояс реальный. Мой пояс реальный. А твой пояс – это подделка. Твой пояс против моего. Положи свой пояс. Это фальшивый пояс, как и то, что за очками. Ты не снимаешь очки. Ты фальшивый, как и твой пояс. И ты это понимаешь. Вот этот весь хайп, который создается, который Дана Уайт нагревает так, чтобы билеты были проданы по самой большой цене. Вообще, без этого всего UFC возможен? Или это вот дань, так сказать, жанру, что ли? Хабиб подписался – один из первых российских бойцов UFC. И с первого дня Хабиб борется там против двойных стандартов. Что означают двойные стандарты для нас, для россиян, для наших бойцов? Ты заслужил, не заслужил, а тебе никто не говорит. У Хабиба было 16-0. Он начал выигрывать с первых боев. Один, два, три. Он выиграл пять боев. Любой иностранец после пяти беспроигрышной серии с рекордом 21-0 получил бы претендентский бой, а следующий за пояс. Хабиб его получил только в десятом бою. То же самое ждет Ислам Махачев. И ни один боец мира в историю UFC не проходил такой длительный протяжной марафон победной серии до пояса. Они его вымочили, они его выстрадали и заслуженно заработали. Поэтому мы не хотим его кому-то отдать или передать. Мы хотим, чтобы 70 кг был за Россию. И на долгие годы. А у меня там один за другим идут талантливые бойцы. Если посчитать, сколько боев выиграл Хабилов, Хабиб и Ислам, этот рекорд в мире остается на первом месте. У меня есть другой боец. Идет, сменит Хабиба на чемпионский пояс. Ислам Махачев, дайте. Диего. Очень хороший бой. То есть Конор будет с Исламом? Мы кричим, дайте, дайте, дайте. Ну, дайте бойца Ислама Махачеву. Точно такое было три года назад, четыре года и для Хабиба. Сейчас Ислам готов драться за чемпионский пояс. Они все внимание. Значит, вернут Конора, вернут. Ну, дайте шанс. Ислам Махачеву, он перекатит. Абдул Манад много рассказывает, что ты знаешь, куда ты идешь. Тренируюсь, стараюсь оправдать надежды, которые на меня возлагают. Сейчас жду соперника. Соперника как надо? Как его ждать? Его надо выдавливать или как манипулировать? Шесть побед подряд. Шесть побед подряд. Он нам выдавливает. Дайте лучше. Не знаю. Там менеджер решает. Не менеджер решает. Не менеджер, а организация решает. А кто твой менеджер? У меня два. У меня в России Резван Магомедов в Америке. Али Абдул Аджиз. Ну, все наши команды одни менеджеры. И они пытаются найти соперника? Да. Ну, так, чтобы с первой десятки был боец, бой был хороший. И сколько у тебя сейчас гонорары? Такие вот размеры? Ну, я сейчас подписал новый контракт. Где-то больше чем 150. 80 плюс. Ну, там от выигрыша зависит, как покажешь бой. От этого все и зависит. То есть 80 плюс 80, условно? Да. Ну, минимально так. Это уже выше, чем то, что если Хабиб начинал тогда? Конечно. Хабиб 8 плюс 8 начал. Ну, я тоже так же начинал. 10 плюс 10. 12 плюс 12. Ну, там стабильные контракты первые. Я уже два своих контракта отработал, можно сказать. Сейчас третий дали мне. Смотрит, какой ты боец от этого и тут. Ну, там может быть плохой боец, но, как говорится, который болтает, разговаривает, раскручивает бои, продает бои. Ему могут много платить. Когда бой это будет надумано? Как вы прогноз? Ну, я думаю, через одну дадут. Сейчас, если он выиграет кого-то досрочный бойцов, они вынуждены уже ему дать с первой десятки хорошего бойца. Некуда это. Потому что он, кого выиграл сейчас досрочно, это был очень крепкий, сильный грэпплер, боец, заканчивающий одним ударом нокаутом. Ислам его и ушатал, и уронил потом, и добил в конце. В третьем раунде. И выполнил два раунда строгой дисциплины. На четерку, пятерку, установку выполнил. Где бой это был? Это был Абудави. И когда будет следующий бой? Планирую с Хабибом на одном турнире продавать. Одну карди, 18 апреля. Единственный недостаток, Игорь, у него, я постоянно озвучиваю, каждый месяц, он не женат. Все же идеально не может быть. Слушай, а что, почему ты сам скажешь? То ли с фатыней, то ли не везет. Тренировкой много тренировок, времени нет. Девушка ухаживает. Пока времени нет. Я вот сейчас смотрю на это все. Залы закрыты. Ребята не занимаются. Еще несколько месяцев назад жизнь вообще кипела. Ислам Махачев, например, готовился сменить Хабиба. А теперь бои отменили, Олимпиаду отменили. Теперь у меня вопрос. А что будет с молодыми ребятами, которые пока еще не в шоу? Вот мы говорили с Манапом об этом. А будут ли им вообще теперь платить деньги за бои без зрителей? Вот в этом интервью мы говорили, что совсем скоро гонорары бойцов UFC вырастут до боксерских. А вот теперь я не уверен. Вот что вы по этому вопросу думаете? Что будет с этим спортом вообще? И вообще, что будет с нами? Все бы, я думаю, в России и в мире хотели бы, чтобы в смешанных единоборствах возникли гонорары уровня 100 плюс миллионов. Профессионального бокса. Согласен. Я думаю, мы к этому идем. Реальный прорыв. И я, кстати, думаю, что у нас все шансы это увидеть. Я думаю, вы в этом не сомневаетесь. Ну вот, я уверен, что промоушены будут, значит, двигаться и расти. И гонорары бойцов тоже будут. Вот то, что я предложил боксерам. 11 к 1. Как вам? 11 раундов по боксу и хотя бы 1 раунд по смешанию. Мейвезер. Нормально? 11 раундов мы боксируем. Ну, дайте нам сейчас 1 раунд подраться ММА. Мы не с ММА начинаем, а просто боксируем 11 раундов. Если мы выживем, как говорится, дайте нам 1 раунд. Все-таки у вас есть, да, на Мейвезера, так сказать? Есть желание. Желание? Да. А Мейвезер что? Уходит, да? Или он говорит бокс ставит? Нет. У него же там 49-50-0. Человек с нулями. Если мы держим за 30-50-0, и 80-0 встречается, и для мира это какое? Короче, если будет бой с Мейвезером, гонорар будет несколько слов. Это тоже работа, а-ля Абдиллазиза. Моя задача, значит, работать с Ломаченко вместе. Но это будет бой боев, то есть? Ну, Ломаченко лучше, как сын отец в боксе. Значит, я прибегаю к услугам боксера и работаем вместе. Понятно. И он готовит, да? У нас есть суслые договоренности. Понятно, понятно. Рыба Рыбаков Рыба Рыбаков Рыба 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 Учить английский язык. То есть сразу тренировка и... Да. Это язык, который, допустим, мы должны знать, чтобы мы были понятны миру. Английский язык, международный язык. Ну и, конечно, каждый специалист, который мы отправляем в Турцию, он должен дать турецкий язык. В Саудовской Аравии он должен дать арабский язык. А Булжалил выучил почти до совершенно китайский язык он там. Вот система подготовки наших специалистов по всему миру. Один из наших девизов образования. Вот то, что мы должны делать. Раз, два, три. Отлично. Боковой зал. Так, друзья мои, мы пришли в кабинет Абдул-Анапа Нурмагомедова. Посмотрите, что над ним висит. Воспитание, образование, спорт. Абдул-Анап. Я поздравляю, это просто лучший зал с того, что я видел. Постарались, постарались. Все лучшие работали здесь. А вон там портрет, сами знаете, кого? Это пока действующего чемпиона. Да. Вы понимаете, что мое окно, которое открывается вот отсюда, и то окно открывается, чтобы был слышен мой голос. Добавили, добавили. Хажимурат. Темп, держать темп. Темп держать, темп. Абдул-Анапа контролирует. Здесь ваш кабинет. А в тех ангарах чей кабинет? Или везде будет свой? Нет, там не важен кабинет или столовая, там не нужна. Там будет? Вот здесь будет монитор, который я вижу, все эти залы. Понятно, да. Зачем это? Там и раздевалка. Да, все. Я здесь могу, вот сейчас на мониторе дежурные внизу смотрят и видят работать весь тренерский. И козалкачки, и направлено на октагон, и в зале видно, как тренера работают. Я могу любое время покрутить, посмотреть, как же идет тренировка. А я там кручу в любой точке мира, смотрю, как идет процесс. Мне принесли подарок, и мама Шамиля. Ну и, конечно, вознесясь высоко, будь скромным. Став сильным, будь милосердным. Сколько денег, Абдул-Манов Алексеевич? Ну, полное. Количество зачем, но полное. Абдул-Манов, все-таки, расскажите, вот я вижу очень много молодых бойцов. Они же вот, ну нет у них доходов никаких. Вот они приехали в школу, как-то им надо жить, снимать квартиру или жить в общежитии. Как строится доходная часть бойцов? Ну вот у меня есть 14 бойцов, которые получают зарплату по 50 тысяч рублей. Это уже отобранные, кого вы решили вплавать? Это горилла, который выплачивает зарплату. Ага. 14 бойцов, 2 тренера. А, то есть вы подписываетесь спонсору? Конечно. С содержанием? Конечно, конечно. И они носят? Да. Есть вука, есть горилла, есть рыбок, спонсирующих ребят. Такое количество, 20-22 человек получают зарплату. То есть 50 тысяч где-то, да? Этого на что хватает? Ну, скажем, бойцы UFC и подписаны эксклюзивные контракты, они получают больше. Но средний заработок боя это 300 плюс 300, 250 плюс 250. Но бой вечера там десятка делит. И сейчас рубля говорить? Бой вечера и за пояс 10 тысяч долларов. Понятно. Ну, то есть, скажем так, спортсмен или боец, который находится в нижней... Он начинает 100 плюс 100. За 200 тысяч рублей начинает биться. Биться, да? Да, это удачный его гонорар для молодого бойца. И может быть у него там один бой в год? Это 4 хорошие зарплаты горожане. Один бой. Я думаю, для начала любителя это неплохо. То есть, грубо говоря, понятно, что это, в принципе, альтернатива такой вот карьеры? Да. Он начинает двигаться. После трех боев он уже не дерется 100 плюс 100. Он говорит, давайте 150 уже. Давайте дальше. Да. Бойцы, которые еще не в шоу, какие у них доходы? Ну, вот год-три боя. Кто-то удачно, если выстрелить, 4 боя. Это потолок в год, и все дерутся люди. Это для российского хорошего бойца, это потолок 100 тысяч долларов. Потолок. Все бои до солнца. И вот это надо прожить и еще на таблетке, чтобы лечиться? Мы уже не будем говорить, что они тратят во время подготовки, если получают травмы, как залечивать и так далее. Это концы с концами сводятся. То есть, это вот… Подготовка, команда, да, заработку потратил. Я так. То есть, на износ, то есть? Да. Живет, но другой уровень, уже видит, учится, набирает. Ну, такая ситуация, первый год. А с какого периода начинается дополнительное спонсорство? Ну, вот, например, Хабиб Энергетика рекламирует. С какого времени начинаются вот эти дополнительные спонсорские контракты и так далее, которые выводят способность бойца, ну, не только работать на таблетки, как это говорится? К тебе интерес появляется с пятого-шестого боя. Ты подряд выигрываешь, оп, становится известен, потихоньку из серии идет, он становится популярным, видно, как он двигается, работает. И? И ему начинают предлагать разные контракты. Разные контракты. В зависимости, что полезно, что не полезно, что вредно, что не вредно и так далее. У Хабиба есть эксклюзивный контракт с Рыбаком. Точно такой, допустим, другая одежда, если им предлагают, Хабиб не уходит. Потому что они с первого дня были вместе. Он решил проверенным людьми идти дальше. Но если два и три раза больше переплачивает, он об этом объявляет Рыбаку. Вот такой контракт стоит. Даете вы, я еще остаюсь с вами, но не даете вы, я ночью хожу. Если предлагают рекламировать алкоголь, сигареты, не знаю. Это мы не можем. А если энергетик? Ну, даже по религии. Если бы энергетик от, скажем, духовного управления мусульман России не было разрешено, мы бы и с этим не связались. То есть обычный боец получается так, сложнейшая система подсчетов за бой, за лучший бросок вечера могут доплачивать, да? За амбишин, за нокаут. За нокаут. Три бонуса есть. Но все равно максимум на таблетке работает. То есть вот если кто-то из ребят, кто нас сейчас смотрит, думает, что это карьерный путь, надо быть готовым. Очень легко заблуждается. Я хотел тогда финализировать вопрос про деньги. Как вы скажете, Хабиб сейчас богатый человек после 20, сколько уже, 28-0? Пока 28. Ну, уже карьера на закате огромная, уже почти в конце. Так богатый человек Хабиб? Я думаю, в плане опыта, да. В плане денег, миллионы людей есть больше, у которых больше денег. В плане узнаваемости, мне кажется, он в России уже номер один. Если бы Форбс, журнал Форбс оценивал бы сейчас состояние Хабиба, сколько бы он его оценивал? Не могу сказать точно. Я буду откровен, я не знаю, во сколько бы оценили. Ну, хорошо. 10 миллионов долларов, 50 миллионов долларов. Тоже мало. 100 миллионов долларов. Это реально. Где-то в районе 100 миллионов долларов. Рыба Рыбаков. Рыба Рыбаков. Рыба Рыбаков. Рыба Рыбаков. Ну, я раньше горел желанием, чтобы последний бой Хабиба был жорче с империем. Да. Да. То он возвращается, то уходит. Ну, неясно, в этом деле есть. Но он самый сильный боец для меня, который на двух этажах дрался. Я всегда приводил Хабибу в пример. Можно драться очень хорошо на одном этаже, и так слабо на двух, если сравнивать. Но этот боец был один из сильнейших. Он это доказал, и он легенда. А он сейчас где? Сейчас он долгие годы защищал. В СМСЦ был чемпионом. Перешел на 8-4, выиграл пояс, вернул и ушел. Не проиграл. Кстати, вот, ведь Федор Емельяненко, что называется, то ли не вовремя ушел, то ли какая-то была ошибка, да. И вот теперь бывший император, да, вроде как и не император. И таких случаев же было много, там, Евгений Плюченко, например, тоже пришел на Олимпиаду, да, снялся по травме. То есть, ну, ведь у каждого спортсмена, бойца и у Хабиба тоже есть время, когда надо уходить. И вы это время знаете. Абдул Манаб, когда? Ну, я бы назвал три фамилии для России, которых сделали очень много в ЕМА. Это номер один, это Федор. Потом очень хорошо в Белатуре шел Шлеменко. Ну, и потом в UFC Хабиб сделал фурор. Вот три бойца, с которыми 20 лет связано с решением единоборств. Лучшим, конечно, в 2003-2009 годах был это Федор. И он бывших чемпионов и лучших в мире всех перебивал. Но он никогда не был тяжел. У него был вес 103-105, когда он хорошо готов, вот такой вес. Но это не тяж. С таким весом обычно дерутся 93 килограмма. Но бой Крокоп-Федор, я бы сказал, это шедевр, скажем, 21 века. Лучшего боя, я не помню, тяжелая веса. Федор перебил его на его поле. И в стойке, и в партии. Как только стало 11-12 минуты, там один раунд шел 10 минут, потом два по пять. Федор там был идеален и лучший тогда. Вот такого Федора я хотел видеть всю жизнь. Но так не бывает. Так не бывает. Вот сейчас, как Федор, в 2003-2009 год, сейчас в такой ситуации Хабиб. Год, два. И Хабиб должен понимать, что есть голодные, есть молодые, есть люди, которые... А Хабиб это понимает? Да, да. То есть, он... Ну, единственное, Хабиб должен, это уход, значит, согласовать с командой, с которым он работал. Пора вешать перчатки на гвоздь. Сколько еще боев будет? Ну, я думаю, два-три. Два-три. То есть, Хабиб не уйдет из карьеры после боя с Фергюсоном? Нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok